Музыка уменьшает тревожность, снимает напряжение, успокаивает, а еще лечит тело и душу. Наверное, поэтому ей так любят заниматься особенные дети. В центре содействия ребята с расстройствами аутистического спектра раз в неделю собираются на урок музыки. У каждого ребенка выдается на занятии карточка с изображением графическим, с улыбкой человечек. Это означает веселую мелодию. И мы ищем таким образом обратную связь. Мы находим, когда играет веселая мелодия, все дети показывают веселую картинку, когда грустная, грустная. Музыка в центре – дополнительный предмет, как кулинария и логопедия, но от того не менее важный. Специалисты работают с ребятами по индивидуальной программе, составленной при помощи прикладного анализа поведения. Особенность аутизма такова, что все люди, страдающие от этого заболевания, полярно разные по темпераменту, поведению и умениям. Поэтому и каждому необходим свой подход. Дети учатся правильно себя вести, реагировать на инструкции учителя. Также на групповых занятиях мы играем в музыкальные игры, ребята взаимодействуют с музыкальными инструментами. На индивидуальных занятиях мы уже больше занимаемся на комфортном для ребенка уровне. То есть с кем-то поем больше, с кем-то двигаемся, с кем-то учим ноты. Молодой педагог Екатерина ищет подход к каждому на интуитивном уровне и не перестает удивляться, как музыка даже самая простая и незатейливая благотворно влияет на детей. Глаша, наверное, самый яркий пример этому. Как все аутята, она очень закрытая. И найти, что будет ей по душе, было невероятно сложно. Ключом к сердцу девочки оказалась музыка. Она отходила от наркоза, приходило, все отделение, и Глаша пела под наркозом всем. Она не разговаривала, ей было страшно плохо. Вот они ездили в Москву не один раз. И вот, и говорит, это чудо, это феномен. То есть ребенок, видимо, выживает за счет музыки. Это потрясающе. Сейчас Глаша поет всегда, и когда ей плохо, и когда хорошо. Ее учитель Оксана Макарова рассказывает, у девочки невероятный музыкальный талант и гениальная память. Ей достаточно один раз услышать композицию, чтобы навсегда запомнить слова и мелодию. Она была похожа на ежика. А потом, правда, в сказке из «Гадкого утенка лебедь» появился, а у нас из ежика пушистый зайчик. То есть мы сейчас с ней как одно целое. Как одно целое. Она, когда на меня настраивается, она думает только о музыке, она живет музыкой. Музыкальные занятия в центре выполняют прежде всего образовательную функцию. Ребята учатся понимать динамические оттенки мелодии, определять, мажорная она или минорная. А еще работать в коллективе. Музыка – универсальный язык для некоторых детей дождя. И вовсе единственный, доступный. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Молодец.